сегодня у нас собрался коллектив раса и я хочу вам представить человека которыми слышал давно и слышал от разных людей вот например наш партнер папу нарваса виталий мне рассказывал и все рассказывали об этом человеке рекомендовали его как специалиста самого высокого уровня и чьи человеческие качества также соответствуют всем самым высоким стандартам это юрий михайлович авраленко я пригласил юрия михайловича для того чтобы он нам рассказал какие-то основы вот для нас и рассказал по нашему ассортименту что можно рекомендовать в каких случаях кому тут многие названия я не знаю многие названия вы не вы не знаете то есть все требует именно подхода профессионального и вот как раз этот учет который может это сделать именно на должном уровне прошу любить и желаю уважаемые друзья мне очень приятно находиться вашим коллективе вашей такой точки распространения знаний и здоровья нашей столицы красном городе киев я всегда считаю что люди которые распространяют знания это самые лучшие люди общества а если эти знания истинные а сегодня мы в этом еще раз убедимся тогда они зарабатывают себе прекрасную карму неся эти знания другими людьми я пришел во юрведу как может быть показаться со стороны случайным образом у меня был есть хороший друг у которого была молодая жена первая супруга к сожалению погибла и у этого друга была кожная проблема и я его не зная юрведы пытался и не помочь вел на кафедру кожных болезней и что-то никакого толку не было потом мы какое-то времени не виделись и этом через месяц-два его встретился с ними и увидел что у нее нет никакой кожной сыты я здесь был по объявлению какого-то шарлатана он говорит какая-то юридическая медицина какая а юрведическая медицина мне дал какие-то травы попить и я попил там кое-что исключил из еды и как бы получил результат я был настолько потрясен тем фактом что я приложил столько усилий для вашей консультации там к хорошим врачами и не было результата и тут вдруг действительно человек самостоятельно попил какие-то травки по рекомендации этого доктора и получил результат и буквально через два дня мне звонит моя коллега она сейчас живет в америке и там практикуют аюрведу и говорит вот у нас в городе есть доктор залез он будет вести курс аюрведы приходи то есть когда вот такие факты идут подряд это значит что природа открывает свои возможности каждый новый росточек знаний получает подпитку от самой природы и это знание обрывается вашу жизнь когда мы пришли на этот курс мы были все такие с поднятым носом у нас был опыт определенный и мы говорили о аюрведа как это круто а через два дня мы друг другу признали что 9 из 10 присутствующих первый раз услышали это слово но эго врачебное настолько сильное оно не допускает мысль что вот я не знаю чего-то и поэтому когда врач получает какой-то результат в поликлинике стационаре это конечно его несет он и так по своему знанию немножко выше основной массы людей и поэтому признать свои ошибки или ты что-то там чего-то не знаешь для врача это очень сложно сегодня я заберу вас какую-то часть времени в этот прекрасный вечер но я очень надеюсь что вы не зря потратите это время даже если вы знакомы с аюрведой может даже где-то глубоко знакомы но я смею надеяться что я вам сегодня принесу такую информацию которая конечно же будет вам в помощи в вашей работе вашей практике вы получите какие-то новые грани этого знания почему я так говорю потому что часто после лекций мне говорят что вот я подобную информацию слушаю не первый раз много раз но вот только сегодня я понял что такое вата что такое пита что такое кафха несмотря на то что мы сегодня будем говорить о олимпедической продукции мое глубокое убеждение что без теоретических знаний говорить сразу о продукции это совсем неправильно совсем неправильно каждый человек должен иметь фундамент в жизни и тогда мы на этом фундаменте можем построить и кирпичные стены и деревянные стены можем через десять лет сломать эти стены построить новые стены но фундамент остается фундаментом я часто начинаю лекцию такими словами которые я уже не помню где я вычитал и услышал но не абсолютно правильные что редкая удача и счастье присутствует в жизни тех людей которые сталкиваются с ведическим знанием потому что это знание истина и если это знание истина человек соприкасаясь этим знанием получает счастье получает импульс к своему развитию получает чистоту сознания и только такой человек может вести за собой других людей если человек изначально несчастлив не здоров и при этом хочет сделать счастливыми и здоровыми другими людей людей мы видим что это обречено на неудачу пустая чашка не может напалить и затухшая свеча не может согреть поэтому это знание о котором я буду говорить вы уже понимаете что речь идет о юрведе это часть ведического знания вы должны понимать что сама а юрведа это всего лишь дополнительное знание целостного ведического знания и в структуре ведического знания существует 40 разделов или 40 рукавов и а юрведа это всего лишь один из 40 рукавов ведического знания некоторые люди когда слышат слово веда они немножко в недоумении кто-то думает что это религия кто-то думает что это какая-то там эпос какой-то кто-то думает что это не наше но на самом деле слово веда обозначает знание и в нашем языке есть такие слова как ведьма ведун или человек я не ведаю то есть очевидно что ведьма это та которая что-то знает и ведун тоже они ведаю это значит я не знаю то есть слово веда прежде всего обозначает знание и первый момент краеугольной сегодняшней встречи это то что вы должны себе на всю жизнь запомнить что в это как знание не принадлежит уму человека это сразу себе нужно понять что ведическое знание не придумано людьми она является откровением самой природы и когда речь идет об а юрведе как пяти тысячелетней науки там или десяти тысячелетней науки это совершенно неправильно ведическое знание это знание которое основано на знаниях законов природы и пришло оно в жизнь людей с рождением мироздания это будет самый правильный ответ а как по-другому значит началось развиваться мироздание по законам природы и ведическое знание также основано на законах природы ничто не может в мироздании произойти случайно не может солнце всходить случайно не может день сменять ночь случайно не могут меняться сезоны случайно также точно и в физиологии и психике человека человек это прежде всего часть мироздания и он управляется теми же законами которыми управляется все мироздание если у врача спросить почему бьется сердце грамотный терапевт кардиолог будет есть нерв называется вагус который иннервирует сердце по нему движутся там нервные импульсы они заставляют сокращаться сердце если вы будете настойчивы и скажете а почему они движутся а почему они так движутся в конце концов он скажет отстань а самый правильный ответ так устроена природа мы не можем себе допустить чтобы кошка родила собаку или чтобы на яблоне выросла абрикоса там мичурин когда-то хотел что-то сделать но мы видим что это фиаско мы не можем себе допустить и нормальные люди и не говорят что там правильно это или неправильно они говорят так устроена природа так вот мироздание ни один процесс ни одно явление ни один объект не может проявляться функционировать без управления определенными законами природы на самом деле этих законов природы очень много но наше индивидуальное сознание не в силе даже не за не половины там четверти даже воспринять в полноте эти все природные законы и поэтому когда-то на заре мироздания мудрые люди которые ведической традиции называется реши что буквально обозначает видящие люди они преподнесли это знание из уст богов в такой форме чтобы было всем понятно уж простят меня женщины но в ведах есть такие слова ведическое знание записано так просто что она понятно даже женщин но простите так действительно написано и вот среди этих законов природы выделяют три фундаментальных закона с позиции которых мы можем объяснить все все что есть мироздание начиная таких каких-то очень простых вещей холод и тепло сухости влажность старости молодость болезни здоровья и заканчивая какими-то очень тонкими и фундаментальными вещами в жизни какими-то философскими вопросами какими-то сторонами нашей жизни которые связаны с нашим сознанием с нашими эмоциями с нашим интеллектом с нашим мышлением то есть то что мы даже не можем пощупать руками эти законы известны под названиями вата пита и капха это краеугольная часть аюрведы которую конечно поняв дальше будет очень легко все понимать когда-то махариши моему духовному учителю и многих здесь присутствующих кто-то на лекции сказал махариши джи аюрведа это так классно на что махариша сказал что махариши джи аюрведа вата питай капха то есть для людей просветленных любая мысль любое слово звучит как истина они говорят это как истину и он прав если человек понимает что такое вата питай капха дальше ему совершенно все легко и свободно вот мы возьмем сейчас налог можно конечно взять но я возьму вот например манаса митра вати если человеку непосвященному сказать вот такой препарат он будет долго думать манаса митра вати что это него делаем большую ставку это бомба в аюрведе зная законы природы очень легко понять что такое манаса митра вати манас это ум митра вы знаете у католических священников вот эта шапка высокая митра она соответствует венечной чакре сахасрали это значит что манас в аспекте тонкого ума и вати это таблетки то есть это состав трав который влияет на тонкий аспект ума это так грубо на самом деле показания к этому препарату тяжкие расстройства центральной нервной системы во всех аспектах начиная там с эпилепсии какой-нибудь или потерь сознания или энцефалита какого-то и заканчивая более простыми формами типа бессонница гипертония там или головокружение или желудная боль головная боль это только один пример если кто-то думает так что аюрведа это что-то не наши вот индусы пусть аюрведа а мы типа вот своим славянские веды как сейчас очень часто можно услышать но на самом деле это просто смешно это получается так что в индии одни законы природы а у нас другие законы так не бывает вместе с тем в любом классическом тексте вы можете найти такую красную нить что конечно человек должен в большей степени и использовать своей жизни например для еды те продукты которые растут рядом те травы которые растут рядом и так и есть у нас куча трав которые используются в аюрведе но есть травы которые не нет у нас и это совсем не значит что они не работают если кто-то будет вам говорить что это не так вы приводите такой пример а вы картошку едите а 200 лет назад картошка была чужую вообще непонятным а если мужчина курит вы не спросите а вы курите а табак же у нас не растет а мандарины вы любите а бананы то есть человек когда что-то любит он легко это оправдывает в своей жизни он говорит ну это же классно а трава которая там где-то растет нет это не наша трава и также точно нельзя говорить так что аюрведа это индийская медицина я сам так иногда говорю для того чтобы сразу очертить круг разговора когда человек незнакомый но на самом деле аюрведа это первая система медицинских знаний которая когда-либо существовала в мироздании из этой первой системы медицинских знаний вышли все известные на сегодняшний день системы знаний включая китайскую медицину тибетскую медицину арабскую медицину и такие более мелкие ветви медицинского знания как гомеопатия или там герудотерапия но и думают вот герудотерапия это же вообще бомба на самом деле герудотерапия это одна из форм кровопускания а кровопускание это одно из пяти действий пальчик армии всего-навсего вот завтра я буду читать лекцию более подробно в истории и истоках аюрведы и там я буду упоминать классические трактаты так вот только и их там много но первые три главная большая тройка так называются и только один из этих трех больших трактатов это штанга хридая самхита была переведена сначала на тибетский язык а под тибетскими монахами а потом из тибета это источник попал китай и на основе этого источника создан труд китайской медицины джу ши конечно же с интерпретацией китайской цивилизации потому что у них там немножко по-другому перволементы называются и так далее но вернемся к нашим законам вата пита и кавха это три фундаментальных закона мироздания это инструменты которые позволили проявиться всему что нас окружает но им это говорит куда вы не смотрите на что вы не обращаете взгляд чему вы не прикасаетесь вы смотрите и прикасаетесь к пяти божественным первоэлементов которые известны под названием пространство ветер огонь вода и земля это мельчайшие камешки мироздания мельче нет но если человеку сказать вот первый элемент огонь ну а будет первый элемент воды то есть пространство ветер огонь вода и земля это всего лишь название первоэлементов поэтому китае немножко по-другому называется там есть дерево там есть металл вам важно понять что эти названия были мудрыми людьми выбраны для того чтобы было всем понятно если я вам говорю вода вы понимаете что это что-то влажное холодное текучие если я вам говорю огонь вы понимаете что это яркое согревающее острое вы понимаете если я скажу пространство первое что вам будет приходить голову это что-то необъятное большое чистое невесомое и когда мы эти слова характеризуем так мы по сути характеризуем первые элементы мироздания то есть за каждым первым элементом первое что вы должны понять это качество которыми они себя проявляют пространство как я сказал или эфир по другому на сансквите акаша это действительно то место где все происходит это та часть нашего мироздания которую мы не можем описать какими-то рамками это что-то очень большое чистое непостижимое легкое и все что я говорю это качество первого элемента пространства когда это пространство начинает двигаться возникает ветер то есть ветер это движение пространство если простран если ветер не движется что мы не можем себе представить кто может сказать чтобы ветер не двигался если ветер не двери не движется то есть его нет это просто пространство когда это пространство начинает двигаться возникает ветер то есть из пустоты пространства возникает второй первоэлемент, который называется ветер или ваю эфир пространства, ну чаще пространства ветер или воздух чаще ветер, ваю когда пространство начинает двигаться, у этого ветра возникает направленность сила ветра через силу и направленность возникает трение, что порождает тепло и таким образом движение ветра порождает проявление третьего первоэлемента который называется огонь теперь вернемся назад из пустоты пространства возникает ветер который дает рождение огню а огонь это то, что уже обладает энергией и это значит, что энергия огня естественно расплавляя все вокруг дает рождение четвертому элементу который называется вода и когда вода застывает она уплотняется и дает рождение пятому первоэлементу который называется земля а земля, как сказано в ветах дает рождение всему, что существует на земле вот такая цепочка она очень понятна что из пустоты пространства то есть по сути из пустоты мироздания мы получаем пять божественных первоэлементов камешек из которых состоит все, что мы видим и ощущаем и можем себе представить вокруг если я прикасаюсь к этому столу это значит, что я касаюсь пространству ветру огню воде и земле если я съел конфетку это значит, что я съел пространство ветер огонь воду и землю но это божественные первоэлементы они не могут сами по себе построить весь проявленный мир не могут если строится дом лежит куча кирпичей самых классных, ровных и качественных пока не придет дядя Вася с дядей Петей и не сложит стену эти камешки сами не хотят становиться в стену то есть мастер каменщик это закон который эти первоэлементы мироздания проявляет в весь проявленный мир так вот таким каменщиком или мастером являются законы природы вата пита и капха слово Доша буквально да я забыл сказать что на санскрите божественные первоэлементы называются маха-бхуты бхута это элемент маха большой часто переводят божественные первоэлементы а здесь вы видите вата пита и капха и вверху слово Доша так вот слово Доша буквально переводится как загрязненный несбалансированный проявленный нечистый да спрашивается при чем же тут законы природы все очень просто материя которая формирует материальный мир имеет два принципиально разных состояния проявленная материя и непроявленная материя непроявленная материя обладает абсолютным балансом сам факт проявления непроявленной материи в проявленную выводит эту материю в дисбаланс Это фундаментальный момент понимания, почему люди болеют и почему мы там стареем и умираем. Даже если мы будем делать, извините, абсолютно всё правильно, эти процессы мы можем только замедлить. Если наша душа покинет наше тело, и эта душа не вернётся в тело, тогда мы будем бессмертными. Но мы говорим о более банальных вещах на уровне нашей жизни. Поэтому душа, проявленный или загрязнённый, именно поэтому и называется, что эти законы Вата, Пита и Табха, когда они проявляют эти первоэлементы материального мира, они автоматически выводят их в дисбаланс. Поэтому называется душа, проявленный или загрязнённый. Итак, три закона мироздания, фундаментальные законы, с позиции которых мы можем описать всё, включая и эти прекрасные лекарства. Вата – ветер. Главное качество ветра – это движение. Вы не можете себе представить ветер, который не движется. Поэтому таким более европейским языком, более, скажем, нам понятным языком, мы можем вполне сказать, что вата – это закон движения. Но у ветра, у ваты, который чаще переводится как ветер, хотя вы видите, что формирует вату два божественных первоэлемента – пространство и ветер, это значит, что качество и пространство, и качество ветра проявляется в самой вате. Но ветер же не только движется. Ветер сухой, чистый, изменчивый, непостоянный, лёгкий, холодный. И это всё качество ваты. Если мы уберём слово «вата» и с любым из качеств сделаем какое-нибудь соотношение слов, например, лёгкий, мы скажем, у него лёгкая рука. Это значит, что мы говорим о вате. У него лёгкий характер. Это значит, что мы говорим о вате. У него легко всё получается. Это значит, что мы говорим о вате. Чистый, у него чистый взгляд, чистые мысли. Мы говорим о вате. Сухой. У неё сухая кожа, а у него такие сухие волосы, а у него такие сухие суставы, а щёлкают. У них сухие отношения. Мы говорим о вате. сухость это специфическое качество ваты изменчивый человек у меня такой изменчивый уровень характера за день я могу сделать там кучу дел потом два дня отхожу непостоянство изменчивость это качество ветра ветер дует так потом так потом так если он здесь не дует дует там на майдане где-нибудь но он дует все время холодный холодное и сухое это зимний ветер холодный ветер мы же знаем как зимой у нас кожа сохнет от холодного ветра но и тонкий это самое последнее качество но это так тонкий ум тонкие деликатные отношения это все мы говорим о вате как бы мы не назвали это поэтому еще раз подчеркиваю если вы хотите глубоко понять эти законы вы должны знать их качество когда вы их знаете качество вам очень легко за этими законами стоят качества если это вата и главный закон у нее это движение это значит что все движения в мироздании контролируется этим законом движение солнца движение луны и движение галактик движение вообще там непонятно чего в космосе этого то движение ветра движение воды с помощью ветра движение земли с помощью ветра например землетрясения этого там движение крови движение воздуха движение желчи движение суставы движения глаз движение сердца и еще еще тысячи Это все функция ваты. Представьте себе, если этот закон упорядочен и сбалансирован. Все движения упорядочены и сбалансированы. А между тем в теле все время происходит одновременно тысячи движений. И желчь движется, и слизь движется, и воздух движется, и отходы движутся, и тут же сердце, диафрамма и так далее. Но если вата, которая управляет этой функцией, сбалансирована, тогда организм работает как часы. Этот термин сейчас немножко утрачивает значимость, потому что механическим часов становится меньше и меньше. Ну, представляете, там куча пружинок, стрелочек, шестереночек, они так движутся, что друг другу не мешают. Это сбалансированная вата. Если, например, у вас в сердце сбалансирована вата, вы даже не слышите, как бьется ваше сердце. Вы ложитесь потихо, но если там вата в балансе, сердце работает, вы даже не слышите. Как только эта вата нарушается в сердце, вы сразу чувствуете это. Тахикардия, боли, перебой из давления, какие-то кувыркания, разные описания. Причем это может быть как проявление болезни, так и физиологическое состояние. Вам пришли и сказали, ваш супруг приходит домой и говорит, я выиграл в лотерею машину. У вас сразу начнется тахикардия. Или вас испугает собака. Или там еще что-то. А бывает так, что эта вата нарушается и проявляет болезнетворные формы в виде сердечных заболеваний. Если эта вата у вас, например, сбалансирована в суставах, суставы движутся так, что вы даже не думаете, как они движутся. Вы одеваетесь, какие-то упражнения делаете, все легко и свободно. Как только эта вата нарушится, сустав трещит, болит, там отекает, неполный объем движения, доктор говорит, артрит. Если эта вата сбалансирована, например, в кишечнике, человек идет в туалет, легко, свободно, одномоментно опорожняет кишечник, зашел и вышел. Как только эта вата нарушается, возникают ручание, вздутие, колики, тугость в опорожнении кишечника и, собственно, сами запоры. Вы видите, я вам привел три примера, которые на первый взгляд не связаны между собой. Если, например, человек приходит к кардиологу и говорит, у меня болит сердце, он рассматривает его как носителя сердца, которое болит. Его особенно не интересуют почки, эндокринная система, он может спросить. Он назначение все делает для больного сердца. Ну вот он сделал назначение, и потом в конце человек ему говорит, ну вы знаете, у меня еще и запоры. И что он говорит? Причем тут ваши запоры к моему сердцу? Он гастроэнтерологу, пейте слабительное. То есть для него эта дополнительная информация не дает в руки знаний, которые бы помогли понять природу болезни сердца. Также точный гинеколог. Приходит женщина и говорит, у меня отсутствует месячный, или там нерегулярный цикл. Она смотрит на женщину как на носителя матки яичников менструального цикла. Ее особенно другие моменты не интересуют. А между тем, вы уже сейчас увидели, что в данном случае три примера. И аритмия, и артрит, и урчание, вздутие и запор имеют одну причину. С уровня знания закона природы, это классический дисбаланс ваты. И в классических текстах описано 80 расстройств движения ваты. Это все заболевания, которые и до сегодняшнего дня очень выражены в нашем обществе. Если вы посмотрите на этот цветок, хорошо, что он у нас есть здесь. Вы на него смотрите, и вы видите, что у цветка один корень. А из корня растет 30 листочков или 20. Каждый листочек связан с другим листочком через корень. Также вы знаете, что для того, чтобы этот цветок был здоров, вы поливаете корень. Вы особенно о листочках не заботитесь. Да, вы можете их побрызгать, вытереть. Но корень, вы знаете, это главное. Если корень будет здоров, он позаботится о своих листочках. Так и на этом примере ваты. Очень часто человек перечисляет 20 жалоб, которые на поверхность являются, имеют одну причину. Всего лишь разные проявления. Бывает так, что есть какое-то несоответствие. И то это только на поверхностном уровне, как бы нет соответствия. На самом глубоком уровне, как правило, одна и та же причина может дать различные проявления. Если этот корень засохнет, и этот листок будет желтым, там больным, и этот, и этот, и этот. Корень – это причина. Листочки – это следствие. Не было бы корня, не было бы листочков, там, цветочков и плодов. Итак, мы говорили о вате. Теперь второй закон – пита. Пита – это огонь. И главное качество огня, мы понимаем, это согревающее качество, острое качество, яркое качество. И еще я добавлю – трансформирующее качество. Сейчас поясню. Огонь, так как он горячий, а все горячее обладает внутренней энергией. Если вы, например, пьете горячий чай, вы чувствуете, лоб вспотел, тут приятное тепло, и вообще такое надо раздеться. Энергия горячего чая согревает вас, усиливает обменный процесс. А если этот же чай, недопитый, постоял, и пол чашки осталось, и вы его выпили через час, вы этого ничего не испытываете. Хотя при этом количество белков, жиров, углеводов, калорий, что у холодного чая, что у горячего чая будет одинаковым. Потому что не только это важно, а еще и температурный режим этого продукта. А что может дать горячее качество? Только огонь. Из этих первоэлементов только огонь обладает горячим качеством. Пространства нет, ветер нет, вода холодная по своей природе, земля холодная по своей природе. Только огонь. И, конечно, у огня, как и у ваты, есть эти качества. И если опять мы закроем слово пита, и будем смотреть на эти качества и приводить примеры, все, что я буду говорить, будет рассказано о пите. Видите? Первое мы пока пропустим. Дальше. Ну, самое главное, острое. Например, мы часто говорим, у него острый взгляд. У меня острая боль в желудке. Ну, кто-то там может сказать, у меня острые проблемы. Острый. Это значит, что мы говорим об огне, о пите. Горячий. У него горячие ладони. У них горячая любовь. Сейчас горячий сезон года. Все мы говорим о пите, об одном и том же. Ну, допустим, маслянистая. Маслянистая пита, потому что есть такое у нас выражение, подлить масло в огонь. Вот кажется, ну, случайно. Но мы же понимаем, что если масло в костер подлить, костер будет сильнее гореть. Потому что одно из качеств питы мы будем усиливать. И теперь о трансформирующем качестве огня. В ведах так сказано. Все, что проходит через огонь, трансформируется. Возьмем простой и всем понятной часть нашей жизни, любимая часть. Пищеварение. Ведь мы едим, в принципе, едим примерно одинаковую еду. Мы едим злаки, овощи, молочные продукты, специи. Кто-то ест мясо, кто-то не ест мясо. В принципе, мы едим одну и ту же еду. Но наше тело увеличивается, строится, поддерживается. Не за счет яблок, не за счет картошки, не за счет молока. А за счет того, что в процессе пищеварения мы смогли извлечь из этих продуктов. То есть, по сути, пищеварение – это процесс трансформации еды в наше тело. Без огня переварить пищу невозможно. Поэтому огонь трансформирует еду в наше тело. А то, что он не смог странсформировать, выводится в отходы. Поэтому одна из главных функций огня или питы – это трансформация. Что мы видим в процессе нашей жизни? Мы прежде всего видим трансформацию нашего тела. Когда-то мы были одной клеточкой, двумя клеточками оплодотворенной зигота. Потом плодом, потом ребенком, потом вырастаем в тете и дядь. Боремся с лишними килограммами, потом начинаем худеть. Это все процессы трансформации. Также точно можно привести пример и не на уровне тела человека. Например, в металлургии берут руду. Ну, по сути, глину какую-то. Придают ее огню и в процессе придачи огня получают металл и шлаки. Выплавка стали. Также точно пищеварение. Получили тело – это металл, а то, что пошло в отходы – это шлаки. Или, например, задайте сегодня все дома своим домашним вопрос. Вот как ты думаешь, или ты, или кто там. Почему сырой лук острый, мы же знаем, что он острый, а когда мы его начинаем жарить, он становится сладким. Пусть попробуют вам объяснить, даже если они не медики, там, своими словами, как они думают. Я вас уверяю, что мало, конечно, кто простоту объяснения вам скажет. Ответ очень простой. Огонь трансформирует острый вкус в сладкий. То есть, это функция огня. Я вам привел пример не только на уровне тела, на уровне той же выплавки стали. Если огонь в теле человека в балансе, это значит, что все функции в теле в балансе. Обменные процессы в широком смысле слова – это функция огня. Согревание тела – это функция огня. Переваривание пищи – это функция огня. Окраска тела – это функция огня. Возьмите какой-нибудь финна и возьмите какой-нибудь итальянца, или испанца, или турка. И поставьте их рядом. Тот смуглый. Почему так? Никто не думает. Потому что солнца там много. И пигмент, который есть в коже, он получает питание от солнца. И окраска тела – это абсолютная функция огня. Все, что окрасывается в нашем теле, крови, моча, кожа, глаз, волосы, ну все, что окрашивается – это функция огня. Если у человека этот закон в балансе, человек говорит, пищеварение хорошее, температура стабильная, воспалений нет. Вот, послушайте, воспалений нет. Пылать может только огонь. Воспаление – это то, что пылает. А пылать может только огонь. А если этот закон нарушается, то так же, точно как и в случае с ватой, в зависимости от места выражения этого нарушения, мы и будем иметь результат. Например, вы сами себе говорите, у меня печет поясница. Мы же не будем считать человека больным. Но печь может только огонь. А у кого-то пекут глаза, у кого-то стопы там, а у кого-то там горло печет. При этом нет температуры, просто есть жжение. А кто-то скажет, все, я завтра на работу не иду, у меня температура. Обычное дело – кашель, насморк, простыл холодного, попил где-то там сквознячок и заболел. И повысилась температура. Температуру повысить только может огонь. А у кого-то, например, хронический воспалительный процесс без температуры. Но сам процесс воспалительный – это тоже огонь. Ну и так далее. У кого-то изжога, у кого-то кровотечение, у кого-то там проблемы с кожей, какая-то кожная болезнь. Это все проблемы огня. И в классических текстах описано 40 видов дисбалансов этого огня. Ваты – 80 типов, питы – 40 типов. И так мы рассмотрели два из трех. И, наконец, последний – закон Капха. Он образован тяжелыми первоэлементами – водой и землей. И чаще всего употребляется как земля. Ну, хотя можно говорить и вода, но чаще говорят – земля. Капха. Представьте себе ветер. Вы ветер даже не видите. Вы не видите ветер. Вы его только ощущаете. И видите, как он там шевелит листочки, там волосы. Но сам ветер вы не видите. Это говорит о том, что вата – это очень легкий закон. Почему он легкий? Да потому что пространство и ветер – ну, это что-то невесомое. Мы не можем это взять в руки. Огонь мы начинаем видеть. Мы его ощущаем. Но в руки тоже мы его не можем взять. Поэтому вы видите то, что я пропустил. Пита легкая и вата легкая. Земля – это единственное качество, которое объединяет эти два закона. И, наконец, земля. Это то, что мы можем взять в руки, пощупать материально. И видим, и ощущаем. Если даже закрыть глаза человеку, дать ему в руки землю. Он может сказать, вот она глинистая, или песчаная, или влажная, или сухая. Неважно. Или, допустим, не землю. Любое что-то материальное. В одну руку ножницы, в другую бумагу. Вы без труда скажете, где что. Почему так? Потому что через тактильную чувствительность мы получаем информацию о структуре того, что мы держим в руках или к чему мы прикасаемся. Поэтому таким европейским языком закон Капхи называется законом структурности. Вата – это закон движения, таким европейским языком. Пита – это закон трансформации. И Капха – это закон структурности. То есть Капха отвечает на уровне нашего тела за структуру нашего тела. Как говорят худые люди. Я ем что хочу, когда хочу и сколько хочу. Мой кишечник работает исправно. Я хочу поправиться, а не получается. Считаем калории. Человек съел за день тысячу калорий. Теперь рассказ полного человека. Вечные диеты, вечные ограничения. Если какие-то праздники, слабинку себе дал, 5 килограмм набрал, потом не могу сбросить, даже от воды полнею. Считаем его калории. Он съедает в два раза меньше калорий, чем худой человек. Тогда вопрос с позиции материального знания. Почему так? Почему так? Почему калории не выражают структуру? Да потому что вата, пита и Капха обладают разными качествами. Люди полные, как правило, это люди Капхи, у которых много структуры. Мы сейчас не говорим о полных, безобразно полных людях. Мы говорим о том, что это люди крепкие или склонные к полноте. А у людей ваты, которые много съедают, вата не отвечает за структуру. Вата легкая, чистая, невесомая. Эта еда не находит материального выражения в структуре. То есть Капха, одна из ее функций, это собственно материализация съеденной, переваренной огнем еды в нашу структуру. Если у человека Капха в балансе, он выглядит как атлет. Вот Кличко, типичная Капха. Типичная. Потому что 120 кг, там чисто 10, чем меньше. За 2 метра роста мы видим высокий, крепкий, но не полный. Почему так? Посмотрим на качество Капхи. Там есть стабильная. Стабильная, то есть неподвижная. А что делает спортсмен Кличко? Каждый день тренируется. То есть движется. А движение у нас вата. Вата и Капха это противоположные законы. То есть у простых людей не Кличко. Капха дает красивое телосложение. Рост соответствует весу, пропорции тела. Есть такая определенная крепость от природы. Вы идете на пляж и видите, вот идет парень, шкаф. И он далеко не спортсмен, никуда он не ходит. Он от природы такой. Или вы видите девушку, которая никаким фитнесом не занимается, но у нее красивое телосложение, грудь, бедра, по женскому типу строения. Это все выражение Капхи в качестве баланса. В данном случае мы говорим о внешней структуре. Но Капха также отвечает и за чистоту структуры, локальную чистоту структуры. Например, человек худой, но у него где-то есть опухоль. Локально эта структура изменена, а внешне не изменена. Поэтому Капха отвечает и за внешнюю структуру, проявленную, и за внутреннюю, через чистоту тканей. Другими словами, когда эта Капха выходит в дисбаланс, первое мы, что видим, это лишние килограммы. 30-40 лет человек набирает вес, хотя мы уже не растем. За счет чего это происходит? За счет того, что эта Капха формирует шлаки, грязь, собственно, на санскрите, это называется ама. И она располагается в тканях. И излюбленная, главная ткань Капхи, это жировая ткань. Речь идет не только о животике, там и бедрах, и попе. А речь идет о всей жировой ткани. В щитовидной железе, в матке, в почках, везде, где есть жировая ткань. А не конкретно там брюшной сальник или ягодица. Качество Капхи, как качество земли, главное, тяжелое, маслянистое, мягкое, холодное, стабильное, липкое. Это все качество Капхи. Закроем это слово и приведем много примеров. У него тяжелый характер, у него тяжелая там походка, у него маслянистая кожа, у него холодные руки, хотя он и не худой. Сейчас поясню. То есть, когда мы делаем как бы синонимы эти слова, мы по сути говорим о качествах. Итак, посмотрим маслянистое и маслянистое. Только тут написано в классических текстах слегка маслянистое, а здесь просто маслянистое. То есть, это единственное качество, которое объединяет Питу и Капху. Почему так? Потому что вода, четвертый первый элемент, участвует в образовании и Питы, и Капхи. Это придает маслянистость. Но одно дело, когда вода с огнем, и другое дело, когда вода с землей. Здесь полная маслянистое, здесь слегка маслянистое. А что же тогда мы Вату и Капху, как мы сравним? Вот посмотрим, вроде бы совершенно противоположное. Вата легкая, Капха тяжелая. Вата сухая, Капха маслянистое. Но есть одно качество, которое объединяет и Вату и Капху. Это холод. Капха холодная и Вата холодная. Но только у Ваты холод сухой, как морозный ветер, я приводил пример. А у Капхи холод влажный, как мокрая тряпка, которая в ванной лежит на полу. Стабильная, холодная, маслянистая на ощупь и неподвижная. Но холод – это то качество, которое объединяет. Если Капха в дисбалансе, то кроме веса есть и более тяжкие расстройства. Например, возьмем классический дисбаланс Капхи – это сахарный диабет. Казалось бы, ну при чем тут структура? Но речь идет об увеличении структуры крови. Здесь, наверное, там есть где-то и сладкое, должно быть написано. Но если не написано, то качество Капхи также сладкое. То есть, когда сахар крови повышается в крови, то структура или консистенция, реология крови, конечно, кровь сгущается. Это увеличение структуры крови. Также точно и холестерин крови. Когда он увеличивается, он тоже сгущает кровь. Также точно все дисбалансы, связанные с структурой, все виды новообразований. Хоть доброкачественные, хоть злокачественные – это все дисбалансы Капхи. Есть физиологические проявления увеличенной Капхи. Это беременность. Когда женщина беременна, растет матка, растет плод, ее вес увеличивается, ее структура увеличивается. Но это физиологический процесс. Зная эти качества, вы легко можете оперировать такими понятиями, как вата, пита и капха. Вата, пита и капха – это всего лишь названия, за которыми кроется качество. Качество – это главное. Отношения между этими тремя законами своеобразные. Вата – это королева. Это главнейший закон. По той простой причине, что вата обладает движением. Огонь и земля без ваты не могут двигаться. Если мы свечку накрываем стаканом, говорят, нет доступа кислорода. Огонь гаснет. И земля сама по себе не будет прыгать. Землетрясение – это движение земли с помощью ваты. Но пита и капха – это как малые дети. То есть вата – это мама, а это дети. Представьте себе, вата в балансе. То есть мама – сбалансированный человек. Она ведет двух деток по улице. И что она говорит? На красный свет не переходи дорогу. Бумажку бросай в урну. Посмотри направо-налево. Она учит. Она передает знания. Потому что она в балансе. А теперь представьте, вата – это пьяненькая мама, которая тоже ведет деток. Вот побежал за окульком, тут вообще никуда не понятно. То есть, когда вата в дисбалансе, то пита и капха автоматически стремятся к дисбалансу. Если вата в балансе, то пита и капха автоматически стремятся к балансу. Даже если у человека на уровне физического тела ваты немного. Это не значит, что она незначима. Она всегда значима. Просто для такого человека она менее значима, а для человека вата-конституции она более значима. Теперь представьте, что может вата, ветер, сделать с огнем. Горит костер, на него дует ветер. Ветер может задуть огонь, может раздуть огонь, а может поддерживать горение. То есть, огонь полностью зависит от ветра. Что может сделать пита с ватой? Только согреть ветер. Если ветер холодный дует через огонь, он согревается. Но при этом огонь не может нарушить ни силу ветра, ни направленность ветра. Огонь ничего не может сделать с ветром, кроме согреть. Теперь посмотрим отношения капхи и питы. Если огонь горит на земле, костер горит на земле. Когда костер прогорит, мы это двинем его и посмотрим. Земля стала более сухой, более теплой. Посмотрим. Капха холодная по своей природе, а костер прогорел, она стала теплой. И капха маслянистая по своей природе. Костер прогорел, и она стала более сухой. То есть, огонь, проникая в землю, балансирует землю. А что может сделать земля с огнем, если мы две лопаты земли бросаем в костер? Костер утрачивает свои функции. Все функции огня снижаются. И поэтому, конечно, вот эти специфические отношения, я вам рассказал сейчас очень бегло, для врача это очень важно. Очень важно. Качество движения в латы в питу, капхи в питу, лепиты в капху. Это очень важно. Ну, понятно, наша сегодняшняя встреча не для того, чтобы я вас сделал за час с врачами, но для общего понимания это очень важно. И теперь уже мы можем говорить о более специфичных наших вещах. Возьмем любую коробочку из этих. Так или иначе, любой препарат, который есть здесь, он будет влиять и на вату, и на питу, и на капху. Потому что вата, пита и капха всегда дают 100%. Всегда. Но перетекание ваты в питу, питы в капху, капхи в вату происходит через те качества, которые их объединяют. То есть, если вы съели холодное мороженое, холодное мороженое, давайте подумаем. Мало того, что оно холодное, оно же еще и маслянистое. Что у вас увеличивается? Капха, мороженое это 100% капха. Если капха увеличивается, то вата уменьшается. Это как вот эти чашечные весы. Если тут 2 килограмма, а тут нет гиль, то вот так. Вы поняли. А если вы стоите на холодном мороженом ветру, в одной фигулочке, там выбежали почту забрать, и дрожите, вам тоже холодно, но этот холод сухой, вы увеличиваете вату. При этом кажется, капха должна падать. Но вы же помните, что вата управляет капхой. Если вата будет в дисбалансе, вам в большей степени гарантирован и питы, и капхи. Потому что вата – это королева. И так на любом уровне, что бы вы ни съели, какие бы эмоции вы ни испытали, что бы вы ни делали, вы все равно так или иначе влияете на соотношение этих законов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...